Река Муховиц в списке грязных рек Беларуси занимает пятую строчку, уступая пальму первенства Свислочи, Березине и Неману. Расчет делали по трем показателям – аммонию, фосфатам и нитратам. Как пояснила сотрудник областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Можвила, эти вещества считаются основными факторами загрязнения поверхностных вод. Аммонии – это канализационные стоки фосфаты, бытовая химия, а нитраты – переход аммониевых составляющих в другую химическую форму. Для города Бреста контролируется река Муховиц. Выше города Бреста и ниже города Бреста она контролируется как по гидрохимическим, так и гидробиологическим показателям. И у нас река Муховиц в районе города Бреста относится к хорошему гидрохимическому и гидробиологическому статусу водных объектов. Экологи мониторят реку Муховиц в шести точках. Две из них непосредственно в Бресте, на Красном дворе и в крепости. К слову, рыжий цвет воды говорит только о повышенном уровне железа и не более того. А вот антропогенный фактор, то есть человеческий, в загрязнении реки играет главную роль. Мы привыкли жить в комфорте. И уже мы привыкли жить, что у нас есть система канализации, система водопровода. Да, мы экономим воду, но все равно объемы другие уже. И как бы нагрузка на качество сточных вод, то есть состав сточных вод поменялся на протяжении времени. И поэтому нагрузка именно по биогенным элементам. Мы более активно стали применять моющие вещества. То есть она как бы вот уже увеличивается. И не всегда водный объект, особенно, например, когда вот как и в этом году было жарко, засушливое лето на протяжении длительного времени. И, конечно, водность рек, она снижается в этот период. И, конечно, нагрузку не всегда может река как бы самочиститься, то есть принять вот эту нагрузку, которая в нее сбрасывается. В отличие от Муховца, приграничный Буг, занимающий в списке грязных рек Беларуси четвертое место, к Бресту имеет не такое плотное отношение. Точек экологического мониторинга этой реки всего три. На входе из Украины в Тамашовке, в Бресте, в районе Речица и на выходе в Каменецких Новоселках. Контроль качества воды проводят по гидрохимическим показателям ежемесячно и раз в год по гидробиологическим. Расслеживается тенденция по улучшению качества воды. Вот уже в 2017 году в точке мониторинга в районе деревни Новоселки Каменецкого района уже класс водного объекта улучшился до хорошего, удовлетворительного. То есть какая-то тенденция есть. Конечно, основным источником, который привносит загрязнение в реку Западный Буг на территории Беларуси, это являются честные сооружения города Бреста. В настоящий момент на техочестных проводится масштабная реконструкция, которая позволит улучшить качество восточных вод с фразами их водного объекта. Несмотря на то, что Западный Буг и Муховец в середине неприятного списка из 10 самых грязных рек Беларуси, опасности для здоровья человека нет. Муховец по-прежнему остается излюбленным местом отдыха горожан, а факт наличия в нем ракообразных и активный рост кувшинок говорит о хорошем состоянии водного объекта. Ирина Альшова, Павел Малышоток, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.